Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встретила парня 5 месяцев назад, который младше на 7 лет, ему 25. Я после развода, и парень сразу делал попытки ко мне переехать на отношения с дочкой, у него немного напряжённые. Она его не принимает. Парень в стриме говорит, как он любит, какое будущее нас ждёт, как он хочет познакомить меня с твоими родителями, как он будет стараться зарабатывать и мне помогать. Но есть одно но. У него нет постоянной работы, он то болеет, то проспал. Нормальной работы нет. На доставке работает, то на складе, не больше двух месяцев. Мы никуда не ходим после прогулок, потому что у него нет денег. Более того, он часто остается у меня дома, но не складывается в общие продукты. Плюс ещё занимает денег по мелочи и не отдаёт. Всё время у него денежные проблемы, иногда на проезд нет. Я работаю удалённо и с домом в серии IT. При этом парень постоянно проверяет историю моего браузера, но звонит мне когда-то с подругами и обижается, что я не сразу ответил. Я почитал, что он может быть просто бытовым альфонсом. Я всё больше склоняюсь расстаться с ним, как проще всего это сделать. Такой вопрос. Ну, во-первых, нужны основания, как минимум. То есть вам нужны основания, из-за чего вы хотите расстаться. Это первый момент. То, что вы перечисляете, то, что вы пишете, в целом выглядит так. В целом очень похоже на то, что вас много вещей не устраивают, в нём, по крайней мере. И очень важно увидеть, как именно вас это не устраивает. То есть не устраивает вас это в силу ценностей. То есть, ну, как-то вот из представлений это вытекает, да, что... Ну, ваших, я имею в виду, представлений это вытекает. Что мой парень должен быть другим. К примеру. Это один вопрос. Это один вопрос. Другой вопрос, если вас это... Ну, вы это не принимаете в силу того, что вас это задевает. Вам это не приятно, вам это тяжело, вам это болезненно. То есть, ну, например, если мужчина просит у вас денег, вы ему эти деньги даёте, но чувствует себя хуже. Это вот оно самое. То есть, такое чувство возникает, что вы себя предаёте. Вы себя предаёте, как будто бы, и как будто бы вообще вот очень вам плохо. В этом смысле. И вот, как бы, история здесь, история здесь, она... Про что? Она про то, что вскрывается некая ваша какая-то личная проблематика. Вот про что здесь история. Вот это очень важно понимать. Это очень важно видеть. И различать. Потому что... Если на это вы не обращаете своё... Своё внимание, да? Если вы к этому не внимательны сами, вот, ну, сами вы, если к этому не внимательны, да? То у нас возникает проблема. Проблема связана с тем, как я воспринимаю реальность. Как я её вижу, эту реальность. И во втором случае, я бы сказал, что расставание не решит проблему. Расставание не решит вашу проблему. То есть проблему, вот, именно, ну, вот, какого-то вашего реагирования, скажем так. Да? Не решит. Потому что вы всё равно останетесь в этом состоянии. А чем это состояние вызвано? Вопрос очень хороший и требует своего разбора. Разводом. То есть травмой развода. Может быть, тем, что... Это было всегда у вас. То есть всегда вам было, ну, как-то сложно, тяжело, вот, ну, обратить внимание, да, на свои границы. Ну, личные границы. Потому что... Эта история про них. Вообще. Эта история про личные границы ваши. Эта история про самооценку. То есть я, вроде бы, хочу к себе другого отношения. Я, вроде бы, там, ну, могу ценить определенное поведение в человеке. Но формально я этого не делаю. И фактически я этого тоже не делаю. И толку тогда от ваших ценностей, если вы их не придерживаетесь? Это большой вопрос. Поэтому нужно разобраться. Это первый момент. Второй момент. В формулировке вашей расстаться, это даже звучит довольно драматично. То есть что значит расстаться? Вот, серьезно, что означает слово расстаться? Представь встречаться. Общаться. Проводить время вместе. Представь, не знаю, пускать его к себе домой. Что значит расстаться? То есть вы сами себе здесь усложняете задачу. Вам бы более как-то оприметизировать то, что... Оприметить, может быть, правильно. То, что вы хотите сделать. Точнее, то, чего вы не хотите делать. По отношению к молодому человеку больше. То есть я больше не хочу с тобой проводить время. Я больше не хочу с тобой стать. Ну, все. Это не прорасставание. То есть важно не скатываться в драматизацию. С одной стороны. С другой стороны важно увидеть мотив. Мотив для этой самой драматизации. То есть я драматизирую почему. Почему я драматизирую? Почему я говорю вот так? Что я имею в виду, когда это говорю? Что для меня это значит, когда я это говорю? Третий момент касается того, что вы спрашиваете, как проще это сделать. Почему проще? То есть в чем для вас это сложно? В чем сложно для вас? Ведь понимаете, штука в чем? Что если для вас это сложно, то вы-то, получается, находитесь в конфликте. Что вы вроде бы хотите расстаться, вроде бы, а в то же время что-то вас сдерживает. Например, страх, может быть, что-то еще. Да? Тоже противоречит. Следующий момент. Это то, что вы прочитали про бытового Альфонса и сделали вывод, что ваш молодой человек, он сам, он сам, он самый, да? И решаете с ним расстаться только потому, что вы прочитали. То есть вас как будто бы не смущает факт того, как человек себя ведет. Вот то, что вы описываете. Что он обижается, проверяет историю браузера, названивает вам. Что он берет деньги и не отдает. То есть почему-то здесь вы не доверяете себе. И вот тут встает вопрос о разводе. Насколько развод для вас оказался важным, травматичным, тяжелым для переживания и прожили ли вы его полностью? На мой взгляд, нет. Вот, пожалуй, те моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.